С 2012 года по инициативе Министерства культуры Российской Федерации проводится всероссийская социально-культурная акция «Библия ночь». В этом году её главной темой стала экология. К акции присоединился и Славянск на Кубани. «Мама моя Кубань» под таким названием прошла акция «Библия ночь-2017» в Центральной городской библиотеке. В этот вечер для гостей было подготовлено много необычного и интересного, особенно для юных славянцев. У нас в детской библиотеке прошли два мероприятия. Во-первых, мы проводили медиа-экскурсию по заповедным тропинкам. У нас ребята посетили самые уникальные, самые красивые, самые удивительные места Краснодарского края. То есть главные наши достопримечательности – это и дольмены, которые у нас на реке Жанне в районе Геленджика располагаются, и плато Лаганаки мы посещали. Заочные экскурсии рассказывали о самых интересных фактах, о легендах, о преданиях. Участвуя в медиа-экскурсии по заповедным тропинкам, ребята не только продемонстрировали свои знания в области экологии, но и узнали много нового о животном и растительном мире Краснодарского края. Большой интерес у школьников вызвал мастер-класс под названием «Красной нитью узоры легли». Юные славянцы познакомились с историей традиционной кубанской вышивки, орнамента и росписи, а также с техникой их исполнения. Это интересно детям, и вообще ты познаешь много нового, и тебе рассказывают и о всем, и о каких-то местах, и о животных, и ты познаешь больше. Сегодня мы рисовали на уроке такие вот досточки, рассказывали, что, например, красный цвет был на Руси таким символом, желтый – таким, зелёный – таким. Очень интересно, очень всего многого я узнала нового. Для ребят постарше был организован историко-краеведческий дневник про нашу волю ратную, про волю казака, где участники познакомились с героическими страницами кубанского казачества. Двери городской библиотеки были открыты до половины десятого, и каждый, кто пришёл на Библионочь, интересный и познавательно провёл время, прикоснулся к истории, узнал о достопримечательностях Краснодарского края. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».